Страх отвержения, что вот я этого человека потеряю, если я не буду удобным. Или страх гнева, что он рассердится. О каких-то границах идёт речь? Я мама, я, наверное, обязана как-то отреагировать, забыть про свои границы, разве нет? Нам гнев необходим для того, чтобы завоёвывать территорию и охранять свою территорию. Отец там, 60-летний, привык своему сыну рассказывать, какой дом ему построить, да? Дочери, за кого замуж выходить. Муж не может сказать жене «нет», да? И у него, например, то зубы болят, то понос. Он разрешает распоряжаться своим временем, своими вещами, не знаю, своими деньгами. Всех впускает, он же станет резко неудобным. А вот вы можете отказать человеку? Ну, практически каждый пятый сказал запросто. Как можно сказать ему то, что, ну, нет, вот ты не прав, он же как бы руководитель, он начальник. А ты себе разреши быть жадным. Разреши, потому что жадность, она ведёт к накоплению. Это здорово. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищёк. Выпуск мы сегодня назвали «Не могу сказать нет». Об этом будем говорить. Об этом будем говорить мы сегодня с нашей гостью, с Гульнарой Шарафеевой, с клиническим психологом. Гульнар, здравствуй. Здравствуйте. Очень приятно, что ты сегодня в нашей студии, снова тебя видеть. Будем говорить мы сегодня на интересную тему про личные границы. Такая модная, популярная нынче тема, активно она очень обсуждается. Очень всё странно и сложно, потому что, с одной стороны, мы же существа коллективные. Мы живём в системах, в коллективах, в командах. Дом у нас одна команда, где мы все должны быть заодно. Это гарантия нашего выживания на работе. У нас там другая какая-то своя система сложилась. Как мы можем против этой системы идти и говорить ей «нет», например, когда она требует от нас, чтобы мы сказали ей «да». А с другой стороны, мы о себе не думать тоже не можем. И тут ещё такая тонкая грань, а если мы будем всё время только свои интересы защищать, тут как бы не дождаться, что нас обвинят в эгоизме. В общем, тема сложная, хочу я сказать, многогранная. Будем сегодня об этом говорить. И наших телезрителей тоже к разговору приглашаем. Звоните, пожалуйста, по номерам телефонов прямого эфира 511-99-66. И бесплатный телефон для регионов 8800-532-55. Свои вопросы задавайте, мы на них непременно ответим. Гульнара, вот будем разбираться по порядку. Что такое границы, что такое личные границы и самые частые примеры, самые типичные примеры их нарушения? Ну, границы – это в первую очередь ваше физическое тело, да? И то, что входит в самость вас, то есть о чём вы думаете, ваши мысли, ваши чувства, ваши цели, ваши мечты, ваше время, ваши финансы. Это всё то, что вы из себя представляете. Вот и когда меня спрашивают, что такое границы, я ей говорю, а что ты из себя представляешь? Кто ты? Опиши мне себя. Ну как, ну если я мама, я прихожу с работы, уставшая, вечером на ребёнок, на меня кидается, он меня целый день не видел. И начинает вот лепетать, всё рассказывает, что у него сегодня было. Ну, о каких-то границах идёт речь. Я мама, я, наверное, обязана как-то отреагировать, забыть про свои границы, разве нет? Он меня так долго ждал, ребёнок. Ну здесь очень известная такая метафора, да, про кислородную маску в самолёте. Когда мы обязаны о себе в первую очередь позаботиться, да, прежде чем вступать в какой-то контакт. И та же самая мама, если она будет без ресурса, если она всю жизнь будет жертвовать собой, отдавая всю себя, да, отказываясь от друзей, отказываясь от своей личной жизни, чему она может научить своего ребёнка? Быть такой же жертвой. Поэтому, когда ко мне приходят мамы, там, с чувством вины, и спрашивают, что мне делать, я тут вот этот ребёнка недолюбила, да, я вот здесь что-то недодала. Во-первых, чувство вины никогда в жизни не делало, вашего ребёнка бы не сделало бы счастливым, да, она может его сделать только манипулятором, который будет вытягивать какие-то ресурсы. Поэтому первая задача – это заниматься собой. Если границы у человека нарушаются, он что при этом чувствует? Там очень много на самом деле чувств может возникнуть, но первое в 90% у здоровой личности – это гнев. Когда нарушаются ваши границы, вы чувствуете гнев. А остальные чувства – это чувство такой подвешенности, да, как будто бы тебе проехали танком, вот некоторые так и описывают. Некоторые говорят, меня размыло, как будто бы меня нет вообще, да. Чувство страха, может быть, тоже замена гневу. То есть это все те чувства, которые обычно человек испытывал в детстве, когда его подавляли или когда заставляли делать то, что он не хотел. Имеет смысл какой-то, ну не знаю, вспомогательный вопрос себе задавать? Вопрос-маркер, чтобы понять, вот сейчас это мои границы нарушаются в данный момент, мне надо как-то правильно отреагировать. Ну, во-первых, мы сейчас научимся, как нужно правильно реагировать в таких ситуациях. Имеет смысл какой-то такой вопрос себе задать, чтобы понять, что сейчас происходит? Или нормальное требование? Ребенок хочет маму, муж хочет обед, пожилые родители хотят внимания к себе. Или это нормальное требование, как бы меня, говорю же, вот эгоисткой не обозвали в этой ситуации? Ну, здесь нет однозначного ответа, да. Но если вы не знаете, как поступать, лучше выдохнуть, отойти в сторонку, подумать, да, прежде чем нападать. Потому что это вам кажется, что муж вам обязан, например, отдавать свою свою зарплату. И вы чувствуете по этому поводу гнев, потому что вы присвоили уже этот ресурс себе. В фантазиях. Да, в фантазиях. Или, например, то, что вы хотите в гости к кому-то, а они вас не приглашают. Вы тоже можете испытывать гнев по этому поводу. Или, наоборот, мы зовем к себе в гости, вот прям зовем, зовем, зазываем, они отказываются, находят какие-то причины, чтобы не прийти, но тоже же обидно. Это тоже попытки, получается, манипулировать и чужие границы нарушать. То есть у них были свои планы, не надо на это обижаться. Мы как раз вошли в слияние, да, это называется слияние, мы не чувствуем, где наше, где чужое, и пытаемся вот этот чужой ресурс присвоить и сделать своим. И по этому поводу чувствуем гнев. Вопрос границы, он как раз и такой широкий нам гнев необходим для того, чтобы завоевывать территорию и охранять свою территорию. Вот тут вот надо хорошенько разобраться, все-таки это ваш ресурс или не ваш. У нас звоночек в студии есть. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Михаил, и хотел бы задать вопрос как раз по теме границ. Если человек уже взрослый ныне, в детстве, не привучен определять свои границы, то есть он не понимает, что его границы нарушают, как ему уже взрослым человеком понять, где его границы и, собственно, научиться их защищать, отстаивать. А для начала просто обозначать. Спасибо. Спасибо большое. Очень классный вопрос, давайте на него ответим. Взрослый человек уже сформировался, что делать? Всегда нужно доверять все-таки своим чувствам, в первую очередь. Даже если вы ошибетесь, вы все равно отреагируете, и это очень важно будет для вас. Это как раз первый шаг к становлению себя и освоению своих границ. Ну, что делать? Давайте прямо пошагово. Вот этому взрослому человеку, который сколотился уже, у него нет границ, он всех впускает, он разрешает распоряжаться своим временем, своими вещами, своими деньгами. Всех впускает, он же станет резко неудобным, нелюбимым, нехорошим в глазах окружения, который привыкл к тому, что он раньше был доступен. И что делать? Всегда, когда ставишь границы, когда говоришь нет, это вызывает у человека, который привык уже, как вы говорите, давно уже говорит да на свои неудобства и терпит, он всегда чувствует чувство стыда, чувство вины, совесть какая-то просыпается непонятная, таким человеком нельзя быть, ты же добрый, ты же хороший. И вот нужно доверять первому чувству, которое возникло. Обычно это гнев, обычно это какая-то агрессия, обычно это какое-то замешательство пусть. И я вот рекомендую всегда, даже если ты не знаешь, на что опереться, тут прав или не прав, обопрись на собственное чувство. Это и есть твоя опора, это и есть твоя правда. Далее, когда вы начинаете говорить, да, мне неудобно, мне некомфортно, я так не хочу и отстаиваете это, то, естественно, вы становитесь неудобным, и вы входите в коридор одиночества. Это когда вот эти манипуляторы, которые привыкли жить за ваш счет, да, а они обычно, ну, даже не осознают это, потому что есть эффект слияния, особенно в семьях. То есть там мама привыкла 50-летнему мужчине говорить «одень шапку» или говорить ему, с кем ему жить или не жить, да. А отец там 60-летний привык своему сыну рассказывать, какой дом ему построить, да, дочери с кем, за кого замуж выходить. Ну, то есть эффектов слияния, на самом деле, очень много, и это происходит и на работе, когда вдруг какая-то коллега присела за твой стол, да, взяла твою ручку и, болтая ногой, что-то рассказывает, а ты в этот момент вынужден там где-то в углу ютиться, да. Это все нарушение границ, и для этого просто нужно осознать, что отвержение будет неизбежно. А не все эти люди, которые ушли и оставили тебя в этом коридоре одиночества, они ушли навсегда? Они когда-нибудь вернутся? Они, ну, есть стадии, да, они вообще для всех людей одинаковы. Первая стадия реагирования на границы – это обесценивание. Вот, например, когда нас попросили носить маски, многие сказали, это ненадолго, это не навсегда, обесценили это все, не носили ничего, да, ну, как-то игнорировали это. Я просто сама работала волонтером, и очень многие даже не замечали этот локдаун. Они говорят, ничего не происходит, это все придумали. Второе – это гнев. Да, мы тоже с этой волной столкнулись. Третье – это когда идет торг. Вот здесь вот одену, а здесь не одену. Здесь можно, а здесь нельзя. Ну, как-то вот пролезть. И когда это межличностные отношения, то мы обычно начинаем, ну, ты же не прав, ну, ты же сам такой, ну, ты посмотри, какой ты неправильный, да, то есть убеждение, торг, да. А четвертая стадия – это отвержение. Ну, раз ты такой, ты мне не нужен. И вот как раз посмотрите, проследите, на какой стадии именно у вас включается этот страх быть неправильным. Страх отвержения, что вот я этого человека потеряю, если я не буду удобным, да. Или страх гнева, что он рассердится. Вот посмотрите. И на пятой стадии уже идет принятие ваших границ. Поэтому я вот рекомендую своим клиентам просто, ну, скажи эту фразу и просто жди. Эти стадии могут пройти у человека за минуту, могут идти три месяца. Все зависит от того, как раньше вы себя давали есть. Да, вот ваши ресурсы, насколько вы были удобным, как привыкли к этому. Но в 90% случаях принимают тебя, потому что это твой ресурс с твоими границами. Ты так хочешь жить. Ты неудобен, но ты важен. И возвращаются к тебе уже, приняв тебя. Неужели все? Вопрос такой, знаете, все равно большая часть возвращается. Родители, как правило, принимают, потому что ребенок, он личность, да, и его задача отстоять себя как раз в отношениях. И подростки все специально накапливают гнев, и замечали, да, все подростки такие вот они, ежистые, агрессивные, для того, чтобы все-таки выйти из-под крыла, самоопределиться, обозначить себя, и потом предъявить себя своим родителям, вот я такой взрослый, вы принимаете меня таким. Это совершенно естественный, получается, процесс, который мы по-хорошему должны пройти все в период становления в подростковом возрасте, без перегибов в идеале, желательно. Конечно. А получается, кто-то его не прошел. Хорошие девочки, как правило, хорошие девочки, хорошие мальчики страдают от того, что не могут сказать нет, да? Да, в основном. Они чаще пытаются что-то исправить, прийти к психологу и откорректировать. Давайте мы скажем, что мы вообще-то сегодня до начала эфира запустили опрос в нашей группе ВКонтакте традиционно. Мы спрашивали вас, уважаемые телезрители, а вот вы легко можете отказать человеку. Там есть варианты ответов, обратите внимание, в уголочке экрана будет QR-код появляться, можно свой смартфон на него навести, принять участие в нашем голосовании. Мы попозже подведем итоги и непременно прокомментируем. Почему так часто мы говорим «да», стиснув зубы, тогда, когда нам хочется сказать «нет» и обозначить свои границы? Отчего так происходит? Что-то не так в нас или в нашем партнере? Он слишком напористый или мы очень деликатные, воспитанные? Бывает и партнер напористый, конечно. Мы чувствуем какую-то угрозу, все равно какую-то бессознательную угрозу. Может быть, отвержение будущее, может быть, подавление, может быть, какой-то физический даже страх. Бывает такое, но в основе, почему мы привлекаем еще таких людей, это дело в том, что мы в детстве были подавлены своими обычно наставниками, родителями, тех, кто нас воспитывал, окружал. Бывают даже братья и сестры, когда мы пробовали уже себя проявлять в своей самости, и нас за это наказывали, отвергали, подавляли, лишали чего-то. И у нас это закрепилось, и это называется выученная беспомощность. То есть я где-то там, бессознательно понимаю, что, например, сказав «нет», я получу отвержение, или меня осудят. Такому человеку, который очень боится сказать «нет», боится осуждения, а может быть, имеет смысл, например, не говорить «нет», а согласиться, ну, не делать. Вроде как я победила, от меня что-то требовали, но я в конечном счете включила заднюю скорость. Это вот вариант? Или нет? Или меня замучает чувство вины? Обычно такие люди как раз очень битые, очень битые, потому что это на самом деле подавленная агрессия, саботировать что-то. И у меня есть много таких случаев клинических, когда муж не может сказать жене «нет», и у него, например, то зубы болят, то понос, диарея. В психосоматике включается и весь комплекс реагирования. И она, естественно, ожидает от него его шагов, видя, что этого не случается. В этот день они должны были пойти покупать ей шубу, а у него заболел зуб. Да, да. Вызывает агрессию дополнительную. И отношения еще больше разрушаются. Нежели бы он сказал «я не собираюсь этого делать, я не готов к этому», и было бы больше ясности в их вопросе, прозрачности, и он бы отстоялся. Если человек собрался с силами, он понимает прекрасно, что им манипулируют, что его границы нарушают, и он вот прям сказал «нет», вот прям четко, глядя в глаза, сказал оппоненту своему «нет», имеет смысл дальше объяснить «почему нет?» Ну, какой-то элемент оправдания должен быть, чтобы человек понял, что вот «нет». Или не надо оправдываться никогда. Вот здесь вот если это формальные отношения, то я рекомендую не говорить причину. Ну, потому что это, опять же, понижает значимость в большей части, как будто ты оправдываешься и извиняешься за то, что сделал, хотя это твои ресурсы. Но если это вопрос близких отношений, то здесь у меня есть алгоритм, он очень простой. Первое – это факт. Например, ты опоздал. Да? Мы договаривались там в 6 часов, что ты подойдешь, а ты пришел там в 7. Второе – это мысль по этому поводу. Мысли, обычные ваши мысли. Я считаю, что опаздывать на встречу неприемлемо, допустим. А третье – это ваши чувства. Я себя чувствую, например, непринятым, незначимым. Я чувствую себя неуважаемым. Ваши личные чувства. Я сообщения. Психологи часто говорят, общайтесь с такой ситуацией, я сообщениями, чтобы не вызывать ненужную агрессию лишнюю в свой адрес. Объясняйте, что вы чувствуете. Вот, как здорово. Да. А четвертое – это ваши границы. Я надеюсь, что это будет в последний раз. Но если ты в следующий раз опоздаешь, то я тебя не буду ждать. Вот она и есть граница. Предупреждение тоже должно прозвучать. Да, в конце предупреждения. Да, пятая. Звоночек в студии у нас есть. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Смотрите, у меня вот такой даже никак не вопрос. Вот если руководитель подразделения говорит, что ты должен это сделать, и понимаешь то, что руководитель подразделения не прав, и не знает, и не работал в этой сфере, как можно сказать ему то, что нет, вот ты не прав, он же как бы руководитель, он начальник, директор. Спасибо. Вот вопрос прям в точку. Потому что мы говорим про личные отношения, здесь в семье как-то можно все-все утрясти. Если речь идет о рабочих отношениях, что делать? Тут же нет может обернуться, я не знаю, увольнением, но тут все серьезней. На работе как раз проще, чем в близких отношениях. Потому что там поделены границы, там есть должностная инструкция, формальные отношения определены. И вы согласны к ЗОТу, различным вот этих правилам, закону, знаете в принципе, что вы можете себе позволить или нет? Ну это же взбесит начальника, если я ему скажу, что не нужно мне подбрасывать новую работу в семь вечера, что у меня рабочий день закончился еще в шесть. Я представляю, какая будет реакция у руководителя. Как выйти вот из созависимых отношений в партнерские? Если все-таки руководитель просит вас сделать то, что вы не должны делать, то вы можете для себя решить, я делаю это, но взамен чего-то. А, поторговаться с ним. Не поторговаться, а попросить у него взаимную какую-то выгоду для себя. И это элемент сотрудничества и партнерства. Ну вот прям, например, вот пример приведите, какая может быть фраза. Хорошо, Иван Иванович, я сегодня что, напишу отчет, что сделаю? Да, я останусь там после работы, допустим, или выйду в ночную смену. Могу ли я тогда? Да, да, да. Ну взамен я просила бы вас сделать мне два дня от гула. Допустим. Хороший вариант. Да. Ну а если ваш начальник все-таки самодур, да, и не собирается идти навстречу и выполняет взаимовыгодные какие-то договоренности, то здесь вот у меня есть такая очень хорошая фишка, да. Будущего не существует на самом деле. Это только в вашей голове эти страхи, да, по поводу будущего. Ведь правда? И если бы будущего не было, то бы, наверное, вы сейчас поступили как-то по-здоровому. Так, как вы хотите, по-здоровому для вас, для вашей психики. Вот это и есть самый правильный выбор. Ой, какая классная фраза. Давайте мы подведем итоги нашего голосования, которое в начале эфира заявляли. Мы сегодня спрашивали вас, уважаемые телезрители, наши подписчики, а вот вы можете отказать человеку? Ну, практически каждый пятый сказал запросто. Большинство, 57% неполных ответили. Ну, смотря в чем отказать. И каждый четвертый, 24% сказали, трудно, я боюсь обидеть человека. Как прокомментируете? Боятся обидеть. Каждый четвертый. Может быть, дадим советы, какой-то топ. Вот три совета коротеньких. Это как раз про персону. Как не обидеть. Я не целостный. Я себе не разрешаю быть недобрым, жадным. Я себе не разрешаю быть злым. Я себе не разрешаю быть лживым. Я все время себя держу вот в этих рамках невротика, которые мне навязали родители. Ты должен быть определенным. Наконец-то стать осознанным. Да. А ты себе разреши быть жадным. Разреши. Потому что жадность, она ведет к накоплению. Это здорово. Или разреши себе быть иногда злым. Ой, спасибо, Гульнар. На такой оптимистической ноте заканчиваем наш разговор. Спасибо большое за интересный рассказ. Спасибо большое. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня разбирались, что такое наши личностные границы. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите на колокольчик. «Татарстан-24».